Я просто не знаю, как я первый раз вообще с жизнью получаю медицинские услуги в Швеции. Вот в аптеке первый вопрос был, вы из Украины? Я говорю, нет, я не из Украины. Так, вот меня сейчас будут откачивать. Видите, откачивать будут меня сейчас. Две тысячи крон. Просто, что ж, тебя посмотрели и сказали, да, мы тебе выпишем рецепт. Две тысячи крон, это почти 200 евро. Она говорит, ну ты должен заплатить. Ну окей. Огромные деньги просто, огромные. Да, друзья, так что вот так вот лучше не болеть, конечно. Снимаю вам прям эксклюзивный контент, как выглядит приемная врача. Вот так вот меня сейчас будут откачивать. Видите, откачивать будут меня сейчас. Проверять вот там все. Залазить мне туда-сюда, туда-сюда. Так, получил я свой рецепт. Сейчас пройду в аптеку. Сказали, что везде все разобрано. Ну посмотрим, посмотрим, получу ли я свои спасительные лекарства. Ладно, задержка в аптеке, наверное, я задержал аптеку на минут 30. Там уже выстроилась такая очередь. Да, короче, вот, друзья мои, я вам всем серьезно говорю, что не дай бог. Я всегда говорю, вот, если едете в другую страну какую-то, всегда нужно иметь со собой страховку. Не важно, европейская, не европейская. Я сейчас просто думаю, блин, если бы у меня не было вот этой вот, ну, карты здоровья европейской, которую я оформил в Латвии. Латвии, да, была очень классная женщина, Сесилия, на ресепшн, которая, мы с ней так, ну, поговорили, пока я ждал вечера, потому что я пришел без записи, я пришел без записи. И, ну, пришлось ждать, потому что там были пациенты по, ну, по записи, сначала как бы... Медсестра смотрит, но медсестра просто может посмотреть, но потом все равно должен врач, только может там выписывать все эти таблетки и так далее. Вот, врача там свои очереди, поэтому я просидел где-то, наверное, час, ждал. Вот, но все хорошо, закончилось, я рад, что мне оказали помощь. Так вот, Сесилия сказала, что если бы у меня не было этой карточки европейской, да, то даже, ну, не важно, что у меня есть там вид на жительство в Европейском Союзе, это одно, да, они к этому как бы, ну, ничего не могут сделать. Надо отдельно оформлять вот эту вот европейскую карту здоровья. Если бы у меня ее не было, вот просто то, что мне выписали, да, посмотрели и выписали рецепт, это бы стоило практически 2000 крон. 2000 крон, просто, значит, тебя посмотрели и сказали, да, мы тебе выпишем рецепт, 2000 крон, это почти 200 евро, ну, 180 евро, 180 евро. Можете себе такое представить? Это ужас просто. Вот. А она говорит, ну, а так как у тебя есть эта карточка, то ты будешь платить, как все, как все шведы. Я заплатил 250 крон, 20 евро за визит к врачу и за рецепт. Я только единственное, ну, это понятно, представляете, в 10 раз, в 10 раз, поэтому неважно. Мало, всегда что-то вот неожиданно может, например, случиться, поэтому я просто всех призываю оформить эту карту здоровья в Риге, в Риге она оформляется, барона кварталс, блин, я не помню же имя, Сенчу, что ли, по-моему, Сенчу ела, вот. Ну, короче, веселый Бесапа Друша Наша у нас карты, как-то она там называется, обязательно. Поехали куда-то вот в отпуск, что-то вот случилось, представьте, попали на такие деньги, огромные деньги просто, огромные. Так что обязательно. А если куда-то в отпуск, страховка всегда должна быть, просто всегда должна быть, я считаю. Лучше быть обезопасенными, обезбашенным. А вот в аптеке, ну, видите, столько, как бы, вот, казалось бы, Европейский Союз, уже все там одинаковое, да? Нет, вот на таких вот простых человеческих ситуациях это очень, как бы, проясняется, например, вот даже в том же, в этой же аптеке, например, да? Она говорит, во-первых, мне доктор сказала, что я тебе выдаю рецепт, но ты его можешь, эти лекарства, получить только вот в этой аптеке, которая рядом с нами. Ну, потому что у меня, как бы, ну, нет этого шведского номера, да? Вернее, он есть, он не активизирован еще пока, вот. И мне дают, как бы, какой-то резервный номер, да, на который меня оформили. Только в этой аптеке его могут просмотреть в них, потому что есть там какая-то связь. Вот, в аптеке первый вопрос был, вы из Украины? Я говорю, нет, я не из Украины, я из Латвии. Ну, все, там эти карточки. А она, наверное, и она меня оформляла, наверное, наверное, минут 20 точно, потому что, ну, как, наверное, когда ты в швед, да, приходишь, да, ты там, они же даже уже не называют эти штрих-коды, как эти QR-коды там у тебя на каждой карточке есть, проскронировали, и все. И там уже все в системе видно. А когда человек, вот, из другой страны, ну, не важно, вот, из другой европейской страны, она бегала к начальнице аптеки, а как оформить, а как оформить, а как записать, а как вписать, а что сделать? Потому что система-то не настроена на такие случаи. Вот, ну, как-то они там, в конце концов, я так и не понял. Я так, а, она, наверное, я просто не знаю, как я первый раз вообще с жизнью получаю медицинские услуги в Швеции. Я до этого никогда не получал никаких услуг в Швеции, когда учился. Вот. Я так понимаю, что мне, типа, наверное, эти лекарства должны были достаться бесплатно, может быть, как это так в Швеции работать, я не знаю, если честно, по рецепту. Ну, вот, ну, просто начальница аптеки сказала, он должен заплатить. Вот, она говорит, ну, ты должен заплатить. Ну, окей. Я как-то даже не привык, что можно не платить за лекарства, как бы. Ну, окей. За лекарства заплатил 10 евро. 99 крон, даже меньше. Вот такой. Что-то мне прямо в глаз, блин, залетело. Люмин, ну ты че, блин, а? Я помыл здесь эту, представляете, и водичка осталась. Ты че, тебе водички, что ли, нет, а? У тебя столько воды. Целый этот... Ванна налита. Ты че? Перемывать опять, что ли? Может, ты так и попиваешь иногда из моих стаканчиков, ну че, остается? Ты че делаешь, а? Ну, вообще офигеть просто. Да, друзья, так что вот так вот лучше не болеть, конечно. Лучше не болеть. Так. Рецепт мой. Так. Ну, сказали, давай, принимай. Можно... По три таблетки в день надо будет принимать. Оп. Главное, сказали, на голодный живут. Теперь вас прямо первую. И час не есть еще. Прикиньте. Все здорово. По три таблетки в день надо будет принимать.